Наташа на четвертом курсе. Она будущий педиатр и еще только-только учится оказывать медицинскую помощь. Однако уже сейчас нашла способ, как принести пользу людям. Волонтером я стала на первом курсе медицинского института. Наверное, как и многие, мне было интересно, как это вообще помогает, что получают люди от помощи. И после первого мероприятия я действительно поняла, что это мое, это то, чем я хочу заниматься на протяжении долгого времени. И вот волонтерство – это то, что мы делаем от сердца, от души. И от этого я получаю чувство удовлетворения. Отличились, конечно, не только добровольцы. Артемий Коротков живет и учится в Наукограде. За плечами юноши уже есть инновационные разработки в области садоводства. Программа, которую он придумал, поможет аграриям оперативно оценивать состояние фруктовых деревьев с помощью снимков дрона. Под руководством моего научного руководителя Ивана Павловича Криволапова победил в двух конкурсах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. А в 2020 году я выиграл конкурс фонда содействия инновациям «Умник» и получил грант на разработку программного обеспечения по оценке наземной части плодовых деревьев. 16 героев, 16 снимков, 16 историй успеха. Галерея фотографий отличившихся студентов будет радовать глаз гостей дома молодежи всю неделю. Но это не единственное поощрение для юноши и девушек за старания и труды. Для 16 отличившихся студентов 16 благодарственных писем. Помимо этого, молодых людей ожидают и другие приятные сюрпризы. Это часы с символикой администрации области, а также наборы, которые пригодятся на парах каждому студенту. День российского студенчества оброс традициями. Одна из них – встреча молодежи с главой региона. Пока губернатор заочно ознакомился с молодыми людьми и их достижениями, у ребят было время обдумать вопросы. Первые коснулись студенчества. Оказалось, что Александр Никитин после завершения школы с золотой медалью и в университете имел образцовую зачетку. У них было ни одного исправления, ни перезачетки, ни перездачи. Вот и правда, говорю как есть. Всех пять лет ни одной помарки на этой зачетке не было. Я поэтому первый сейс раздал на отлично все учетки были. Я был в качестве понимания, что и все это. А почему это было? Потому что школа золотой медалью закончилась. Вот пришел в группу, поступили в группу все золотые медалисты. Нужно было просто доказать, что это хотя бы первое семестр, что я не хуже. Часть вопросов резонировали с федеральной политической повесткой. Часть снова возвращали губернатора в юность. То есть в то время, когда нужно было сделать главный жизненный выбор. Хотел бы вам задать простой вопрос. Какое вам направление больше вам интересует в медицине? Если бы выбрали в медицине, какой врач хотел бы стать? Я тоже мечтал, кстати, после школы поступить в Медицинскую академию в Санкт-Петербург. Но времена сложные, трудные были. 90-е годы веселые были. Родители меня упустили. Я не стал, не составился врачом. Встреча продлилась около часа. В конце нее Александр Никитин поблагодарил ребят за интересную беседу и вручил памятные подарки. Марина Корекина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей.